Намечу композицию тоненькой кисточкой, марсом. Оставим кролика главной фигурой на холсте, холст размером 40 на 50 в таком небольшом наклоне. Намечаю такими линиями, пока ищу фигуру. Можно чуть поменьше, чем в эскизе, хотя можно и таким оставить. Он держит эти часики своими лапками. Другой рукой может быть что-то другое будет держать, кстати. Сейчас придумаем. Немножечко, конечно, надо по анатомии кролика вспоминать, как у них лапки. Как-то вот так. И большие ступни. Что-то у них такие вот. Работа, конечно, у нас сказочная. Такая даже, наверное, иллюстративная, книжная. Ну да, на тему из Алиса в стране чудес, скорее всего. Где у нас еще кролики с часами встречались? Нигде. Если знаете, где они встречались, скажите. Вот такой зайка. Так, ну и деревья также будут на заднем плане. Большие стволы деревьев. Там еще какие-то деревья. Тут можно положить упавшие, может быть, какие-то веточки. Вот вся композиция. Так, давайте по краскам быстро пробежимся. Белила титановые. Что-то я их многовато выдавила. Ну ладно, использую там в других работах. Кадми желтый средний. Охра золотистая. Кадми оранжевый. Какие-то вот краплаки у меня. Хотя надо красного, может, чуть-чуть выдавить. Ну ладно. А ультрамарин светлый тут у меня. Хотела небесно-голубой, но нету. Поэтому цирк, циррулиум, цирилиум, как он там в случае. Марс коричнево-темный и русско-зеленый. Вот все цвета, которые я буду использовать. Работать буду щетиной кисточкой. Сейчас у меня вот Рублев 14 номер. Буду ей писать. Писать буду на двойнике. Масло плюс растворитель. Так, холст у меня загрунтован повторно акриловой, оранжевой такой красочкой. Начнем с фигуры что ли начать. Вообще не знаю с чего начать. Я не помню с чего я вчера начинала. По-моему с кролика начинала. Белила. Чуть-чуть примараю охрой. Неудобно конечно стоя, все шевелится. Ну ладно. и положу вот такие светлые места. Ушко. Все что светится. Все что на свету. Лапка. Вторая. Там какой-то рефлексик. Это ножка и вот эта часть. И сразу же немножечко теневые части. Этой же кисточкой с охрой. Ушко второе. Немножечко сразу же с холодным оттенком смешаю. Объем да, придаем свет, тень. Пока все так обобщенно. Потом еще будем добавлять по цвету и по объему краски. Сейчас чтобы вот общий объем не понять. Подмалевочек такой делаю. Разбиваю по объемам свету и тени. Ультрамарин. Ухра. Ухра. У часиков можно наметить. Вообще я хотела вот как-нибудь попробовать пописать. Без подмалевка, а уже как бы сразу объем набирать. То есть если взял свет, то все его уже оставляешь. То есть в один слой что ли вот так вот. Ну, видимо не мой стиль и у меня так не получится наверно. Я пыталась, не получалось. Немножечко вот этого плана переднего травки положу кадми желтый. Немного зеленого. В принципе на палитре видно какие цвета беру. Могу уже и даже вам не говорить что я беру. Рассказала вам какие краски использую. Сейчас вот такой вот подмалевочек делаю в тень. Более в голубую ввожу. Поехала. Мой самодельный этюдник временный уральский. Почему я захотела этот этюд повторить на большом формате. Хотя первоначально задачи не было. Я просто рисовала миниатюру вчера. Утром посмотрела на эту работу. Краски еще немножечко так впитались в холст. И мне понравилась такая прямо атмосфера сказочная. Все как я люблю. Поэтому вот решила повторить на большом формате. Тем более давно не писала большие работы. Уже начала забывать как это делается. А сегодня Миша очень долго не мог уснуть. Поэтому я и в три часа только на сон ушел. Я думаю он сейчас проспит больше двух часов. И мне этого времени хватит написать эту работу. Немножечко таких вот синих теней на задний план. Немножко наверно вам палитра отсвечивает. Ну вот так вот поудачнее поставила этюдник. Нет, можно сейчас отвлечивать. Так, давайте дальше. Прям хочется повторить как тут у меня получилось. Ну так конечно же это нереально. Один в один повторить все. Так, продолжаю набирать задний план. Немножко давайте деревья положим. Так, Марс. Какой он там был Марс там с чем? С ультрамарином. Похры. Пока такой темный ствол. Потом я еще внесу немножечко светлых оттенков. Прямо сделаю их толстыми большими стволами. Вековыми деревьями. Хвостик. Можно тоже на свет немножечко хвостик еще тут положить. Так, в детали пока не уходим. Обобщаем еще. Немножко вам под углом сейчас. Ну чтобы не отсвечивало. Чтобы все было видно. Конечно удобнее было бы сейчас положить холст и палитру на стол. Но ради вас я вот иду на эти сложности. Давно не снимала мастер-классов. Не пора, думаю, для канала. А то все для Бусти, да для Бусти. Так, может свет выключить. Совсем все бликует мне. Возможно сейчас еще много синего ввожу. Чуть поменьше нужно. Еще мне понравился этот этюд. То, что я написала его на крупном прям таком холсте. И этот холст он проступает. Так его текстура вот увидит. Я вообще люблю крупнозернистые холсты. Но они мне почему-то редко попадаются. Так как я делаю сама часто. Сейчас вообще сложно какую-то хорошую нитку найти. Поэтому вот какие-то маленькие кусочки попадаются мне. И я рада, что хоть на маленьких холстиках получается написать. Так, тут в светлое выводим. И даже в теплое, в такой золотистый закат. Или что тут, наоборот, утренний рассвет. Вот охру. Чуть-чуть желтого. Торцом кисточки так вот работаю. Тут смешение делаю уже цвета. Немножко можно еще зелени добавить сюда. Чтобы не все одним цветом у нас было. Такие вот переходы. Красивые нюансы. Электромарин, конечно, шикарная краска. Придает такую глубину в картине. И в разбиле. Цвет очень красивый. Верхов сходит ходуном. Вот такие вот у меня мучения. Подмалевок у нас подходит к концу. И можно будет к деталям перейти. Заполняю сейчас остатки холста вот этого оранжевого. Часики можно, наверное, чуть пониже. Как вот он их держит, интересно. У них же цепочка как бы должна быть. Может быть, совсем вот сюда сделать. И он как бы цепочку держит, а не просто часики. Вот это очень интересно в такой творческой работе. Придумать этот сюжет. Да, простите, друзья, что все отсвечивает. Все такое у вас бледное я прям вижу. Но если вам поставить хороший свет, тогда я совсем ничего не увижу. В неудачном месте я тут расположила свое рабочее место в комнате. Ну, приходится довольствоваться, что есть. Так, еще давайте по рисунку что-нибудь придумаем. То есть вот у него лапки. лапки. Лапки такие. Немножечко тут давайте по строениям посмотрим. Тут, значит, вот эта вот цепочка. Ну, такая коротенькая цепочка. Давайте чуть-чуть потолще. Зайтичка нашего сделаем. Он совсем худенький. Вот, значит, цепочка совсем немножечко. И потом вот это вот крепление у часиков. И вот сами часики. Наверное, вот так вот более логично будет сделать. Берем. Так. Вот что все-таки значит организация труда. И смогла я стоя писать. Из-за того, что мольберт туда-сюда ходила и отсвечивала постоянно. Решила на столе все расположить. Так, ну, давайте дальше. Подмалевок мы почти весь сделали. И сейчас можно уже потихоньку приступать к деталировке. Тут уже по раме начинает комната наполняться растворителя. Хотя написано без запаха, все равно запаху. Так, этюдик положила перед глазами. И начну. Сейчас уже можно более пастозно работать. Вернусь опять к фигуре зайки. И вот такими масочками начинаю формировать объем. Сейчас как в теплые оттеночки кладу. Потом вернусь еще, положу холодных. На спинке можно вот такой вот рефлекс показать. Хотя он должен быть холодным все-таки от деревьев. лапки передние. Ну, лучше краски не говорю, потому что палитру всю я вам уже рассказала. И вы видите, какие цвета я беру. Вот холодные оттеночки увожу. Смотрите, чтобы не сливалось. Вот как у меня, да? Немножечко на контрастах все-таки работаем. Более светлые. И вот попка, так сказать, у него... Давайте я ее сделаю темнее, так же как и на эскизе, чем трава. То есть она будет у меня в тени такой сильной. А травка будет светлая. Так, возьму другую кисточку для травки, чтобы потом не вытирать 10 раз кисти. Так, тут у меня уже зеленый вот намешан. И положу светлого. Вот сюда, сюда. Там в холодный уходит тоже. Светлый, но холодный уже. Светлый, но холодный. Сильно я разошлась на палитре и много краски сейчас уходит из-за этого. Чем меньше палитра, тем, мне кажется, краски меньше уходит. Очень такой гладкий холст получился. И вот этого эффекта у меня, конечно, не получится, как на маленьком этюде. Ну, потому что и холст другой там был более тянущий, крупнозернистый. Сейчас он очень гладкий, прям очень. И мелкозернистый такой. И еще и вообще не тянет нисколечко. Ну, понимаете, да, акриловая краска, как она может тянуть. Соответственно, результат будет другой. Вот это все это влияет на качество. Ну, если вы там эскиз написали, да, на одном холсте, на одном грунте, а саму работу начнете писать на всем другом материале, то, конечно же, может не получиться вообще ничего. Ну, у меня сейчас это не заказ, нет такой задачи повторить один в один. Поэтому вот что-то мудрю. Тоже сиреневатые ввожу в деревья. И еще и сразу же тень положу такую же сиреневатую. Зайки. От зайки. 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 Так. В общем. Такой холст, что сейчас вот заполнен краской под малевком, так называемым. И сверху, мне кажется, вообще невозможно будет сейчас что-то положить, потому что настолько нитенучий грунт получился за счет этой акриловой краски, что отталкивается краской, сильно смешивается, получается грязь. Ну, можно так вот детальки сейчас поработать какие-то, а завтра основную часть сделать другую. То есть вот так вот я вытру краску с часиками, например, часики нарисую. Ну, посмотрим. Прошел уже час, наверное, как я вот сделала этот подмалевок. Обычно вот такой вот тонкий подмалевок, он впитывается буквально там за полчаса, и можно дальше накладывать уже такие пастозные мазочки, но за счет того, что это акриловая краска такая глянцевая, конечно же ничего не впиталась. Зато вот эта краска на таком грунте, она сохнет моментально как бы, она два дня совершенно такая... Господи, все смешалось в голове. Не высохшая, влажная, да, а потом раз и в какой-то момент она полностью равномерно высыхает. Вот такой вот интересный момент у акрилового грунта. Вот так вот немножечко еще убрала те рыжие пятна с холста. Ну, такой милый подмалевок получился, нежный очень. Конечно, сейчас нужно деталь прописывать, но сильно их тут не пропишешь. Можно еще красочек каких-нибудь добавить. Давайте начнем потихоньку циферблат писать. То есть такие объемные часики, может, представляете, да, такие ручные, раньше в старину пользовались. Вот тут вот тень. И потом на свет. Можно еще голубоватый тоже вести так же, как в эскизе. Еще, может быть, у меня как-то так туго идет, потому что я вчера писала на титановых белилах фирмы Санет, а сегодня на титановых белилах фирмы Мастер Класс. И они такие более жесткие, что ли, густые. Может, за счет этого немножечко тоже что-то не получается. Так, водочку делаем. У меня, кстати, черного цвета нет вообще. Я приехала сюда без черного цвета и что-то и купить забыла. Поэтому намешиваю темный цвет путем краплака и ультрамарина. Вот такая маленькая цепочка. Так, пора добавлять красочки. П Ой. Посмотрите. выдавила красочки свежие так еще хочу обобщить фон и потом еще виталий вернуться вот этот вот светлый кусочек просвет неба помешаем какие-нибудь такие вот вот он кстати по мокрому хорошо так ложится еще более оранжевый что листы выходит перебор и вот так вот вниз он уже в зеленый голубоватый уходит тоже намешаем ультрамарин зеленый даже больше бирюзовый сюда давайте прям потемнее сделаем чтобы кролик наш выделялся намеренно как будто подчеркиваем его и потом нет сводим вертикали соблюдаем такие вертикали как бы имитация там вот этих стволов теней стволов друг на друга где-то может быть небольшой наклон на эти дики у меня тут уже какой-то сиреневатый даже вводила я можно тоже ввести вот такие вот стволики на заднем плане деревьев и в такую дымку уходит все да сиреневатый так ввела немного и уже поинтереснее смотрится сюда еще немножечко уплотняем вот 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 Может быть и не стоит так сильно смотреть, я прям вдохновилась ими, очень хочется повторить, но понимаю, что это невозможно. Может стоит отпустить его и написать уже что-то. Другое, по цвету я имею в виду, мучаюсь, пытаюсь поймать вот этот цвет, который получился вчера и только мучаюсь, не получается. С поликом маленечко вернуть, они такие там яркие, в принципе, Марс. Зеленкой, чуть-чуть коричневого. Перебор синий какой-то получился. Немножко такой голубой. А тут потом сделаю такие листочки. Отсвечивает вам, да, наверное, мне тоже отсвечивает. Ну, скоро вернусь в свою мастерскую в Москве и там все у меня со светом нормально. Буду снимать там, вот хорошо. Может, в принципе, еще один стволик тут показать. Ну, вот фона маленько поработала. Хочу еще немножечко веточек тут кидануть сюда. Наоборот, там холодные. Продолжение следует... Так, давайте, может быть, листиков маленько кинуть, посмотрим, как они ляжут сейчас, какие там желтые, зеленые, помешало. Травка такая как бы перекрывает эти темные стволы. Немного тут еще кобальта выдавило. Ну, то ли падают листики, то ли нет. Ну, непонятно. Есть и есть. Можно немножечко еще бедрю добавить. Немножечко еще со стволиками поработаю. Оранжевый, Марс. Света хочется положить. Оранжевый, Марс. Пальцем поможем. Ну, уже говорю, мало. Я подустала маленько. Была настроена, конечно, на один результат, получился другой. Так бывает. Вчера, когда я писала этюд этот вообще, не думала, что что-то там дельное получится. Я, кстати, выставила этот этюд на авито. Не знаю, может, немножко подниму цену. Подписывайтесь, кстати, на мою страничку. Там я выкладываю там работы. Сейчас в основном удобно. Очень удобно в плане, что оформить быстренько. Там и доставка там недорогая. И мне не надо гадать, да, сколько выйдет доставка. То я тут несколько работ у меня купили. Через... Ну, на ютубе видели работу, купили. И я сказала одну стоимость доставки. В итоге вышла вообще другая. Ну, я уж не стала там говорить, что дороже. Ладно. Буду теперь знать, что Почта России опять там, видимо, тариф повысила. Или что, не знаю. Что, стволики тут сделаю более активными? Более насыщенный зеленый возьму. Продолжение следует... Какие-то травинки можно показать. Так, ну давайте часиками займемся. Все, все сбилось. Вот такая окантовочка. Которая переходит в более темную. Какую-то толстую кисточку взяла для таких часиков. Ну, ладно. Чуть-чуть непрежда не получится. Так, дальше что у нас тут? Тут еще тень можно на них показать. Такую голубоватую. А, на цвету более потеплее. Ой, все, уже западает. Так, серединка. И циферки схематичненько так поставим. Нет того, что у нас. Двенадцать. Три. Шесть. Девять. Девять. Тут такие просто точечки. И стрелочки. И стрелочки. Девять. Еще закантовочку тоже почетче сделаю. Продолжение следует... Можно блики показать. Блик всегда придаст объем. Ну ладно, давайте еще немножечко с кроликом поработаем. Не забывайте, что это у нас сказочный персонаж. Потом мы тут немножечко утрируем, не по пропорциям или не бывает такого цвета. Вот. Так, вот здесь я возьму немножечко вот этого по форме. Потому что, я говорю, кисточка сильно скользит по этому влажному холсту, который ничего не впитывает. И на стену все-таки попроще это сделать. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok